Добрый день, уважаемые коллеги! Мы уже получили вашу обратную связь на наш первый ролик, в котором мы говорили об особенностях онлайн-обучения в сравнении с традиционным форматом. Спасибо за обратную связь! Мы продолжаем. И сегодняшний наш разговор о возможностях замены лекции. Лекция – это система подачи студентам нового материала. Она может быть организована как в синхронном или живом режиме, так и в асинхронном. Синхронная лекция, как правило, организуется в вебинар-системе Adobe Connect. Это система с обратной связью. Она может быть дополнена тестированием во внешних сервисах, таких как Сократив, Ментиметр, Кахут, подключением интерактивной доски или планшета для написания формы. Как альтернатива Adobe Connect можно использовать сервис Zoom. Он сейчас самый используемый в образовательных организациях. Здесь вы также увидите всех участников. Имеется интерактивная доска, но для организации тестирования придется обязательно подключать внешние сервисы. Асинхронная лекция – это лекция, записанная с использованием любых видеосервисов. Мы говорили в прошлом видео, что такая форма подачи информации предпочтительна. Простейшие форматы здесь – это запись вебинара с презентацией и даже запись видео с телефона. Как показывает практика, студенты даже предпочитают такие видео, где преподаватель живой, такой свойский, записанный с телефона. Это может быть также озвученная PowerPoint-презентация. Такая функция есть в PowerPoint. Комментарии к сложным моментам, к решениям. Можно записать в режиме скринкаста, например, в простейшем сервисе Jink. Можно сделать и более серьезную, смонтированную лекцию дома при помощи специальных сервисов. Подойдут также и текстовые лекции, но не простые, а сделанные в специальных инструментах. Так, например, в Moodle есть инструмент «Лекция». Он позволяет давать материал порционно, в любых форматах – видео, презентация, текст – и перемежает небольшие порции материала тестами. Еще один очень важный момент. Для предоставления студентам теоретического материала вы всегда можете подобрать уже готовый образовательный контент. И здесь все преимущества на стороне массовых открытых онлайн-курсов. Ведь они представляют собой ничто иное, как готовые качественные мини-лекции с встроенными заданиями. Подобрать массовый открытый онлайн-курс для дисциплины можно через специальный поисковик одного окна на проекте «Современная цифровая образовательная среда». Кроме того, обилие образовательного контента можно найти на видеохостинге YouTube. Также более 6000 видеолекций от ведущих профессоров России имеется в коллекции Санкт-Петербургского лекториума. Богатые другие видеоколлекции, например, видеоколлекции МФТИ, Санкт-Петербургского госуниверситета, интересные просветительские проекты «Постнаука», «Арзамас», а также другие источники, вполне заслуживающие нашего внимания. Субтитры создавал DimaTorzok